Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Два года встречались с парнем, было много ссор и проблем, через которые мы прошли. Очень сблизились. То, что вы сблизились, это, Елена, безусловно, очень здорово. Но вопрос в том, какого рода были проблемы у вас, и были ли эти проблемы решены. Потому что если проблемы не решаются, то они, соответственно, не исчернут, а будут только лишь портить вам жизнь. То есть, какого рода были проблемы, осознаете ли вы именно свою ответственность в этих проблемах, ну, вот именно свою ответственность осознаете ли вы в возникновении проблем, скажем так. Вот. И, собственно говоря, осознаете ли парень, ответственность. Далее, значит, очень сблизились, были друг к другу практически всем. Ну, вот вы говорите о том, что вы были друг к другу практически всем, это называется механизм слияния. Когда люди, значит, находясь друг к другу в отношениях, теряют, так скажем, определенные личные границы друг к другу. То есть, вот вы, когда говорите о том, что вы были друг для друга всем, ну, можно сказать, что вы убрали личные границы между вами, и, по сути дела, просто-напросто стали единым целым. Что для людей, в частности, вот, например, для мужчин, ну, если я правильно вас понял, было довольно тяжело. То есть, ему, как бы, не очень понравился этот факт, что вы так близки были. Потому что, впоследствии, он говорил вам о том, что вы на него давите, и, соответственно, именно вот тот факт, что вы давите на него, послужил, как, как бы, значит, основой для того, чтобы он от вас ушел. Как я понял. Если, вот, значит, анализировать то, что вы написали, да? То есть, что-то вот такая произошла здесь и сейчас, да? Хорошо. А дальше? Дальше. Вы пишите. В конце было много проблем в денежном плане, и потом он стал говорить, что устал от наших отношений, и я на него давлю. Здесь мне бы хотелось, чтобы вы сказали так, примерно. Во-первых, согласны ли вы с тем, что вы на человека давите? Согласны ли вы с тем, что вы оказывали на него давление? Если да, то как? В чем это давление проявлялось? Если нет, то почему? Далее. Проблемы в денежном плане, о которых говорите вы. Как эти проблемы проявлялись? То есть, проблемы ли это, например, ведение бюджета? Или проблемы это, ну, скажем так, распределение статьи расходов и доходов? Какие-то отличные взгляды на вещи, связанные вот именно с тем, как вести семейные дела, семейный быт, там и так далее, и так далее, и так далее. То есть, какого рода у вас проблемы были, именно денежного плана? Какого рода это были проблемы, вы об этом не говорите, а это очень важно, да? Далее. Значит, он устал от отношений. Ну, скорее всего, молодой человек устал не от отношений, как таковых, если я правильно вас понял. А молодой человек, скорее всего, устал именно от обязанностей, которые вы на него, ну, значит, своего рода навесили. Вот именно обязанности молодому человеку не нравились. Именно обязанности заставляли его чувствовать себя, ну, как-то вот плохо, именно обязанности заставляли молодого человека ощущать себя под постоянным давлением. И, собственно, именно они вынудили его уйти от вас, ну, вот, скорее всего, как это видится мне. И здесь, пожалуй, тоже такой вопрос к вам будет. Если мы ведем речь о том, что молодой человек ушел из-за того, что вы на него навешивали, скажем, различные обязанности, которые, может быть, молодому человеку-то и не нравились совсем, то зачем вы это делали, для чего вы это делали, какую цель вы преследовали, делая подобные вещи, я предлагаю, что это очень важный момент, если мы хотим разобраться с тем, что вам, например, делать дальше, и с тем, что вы будете делать дальше, и с тем, как вы будете строить свою дальнейшую жизнь, и с тем, как вы будете позиционировать себя по отношению, ну, например, к мужчинам вообще в дальнейшем, дальше, да? Далее, значит, вы пишете, было много ссор и недопонимания, потом сказал, значит, полюбил другую и ушел. Ну, у вас, конечно, это очень интересно происходит. Значит, были ссоры, вы сблизились, потом появились денежные проблемы, он сказал, что от отношений устал, как это я понял вас, и после этого он уже вам говорит о том, что он полюбил другую и так далее. То есть, здесь вот как-то все, ну, знаете, как-то все спонтанно очень происходит, и вообще не очень, не очень понятна хронология этого. То есть, получается, у вас проблема вся из-за денег началась, да? Именно деньги давили на человека. Далее, значит, потом он сказал, полюбил другую и ушел к ней. Но проблема в том, что мы не можем не общаться, как вы говорите, мы не можем не общаться, нас слишком много всего связывает, нас слишком много общего, говорите вы, и так далее. Ну, в общем, здесь идет такая линия поведения, что вы снимаете с себя ответственность, как это видится мне. То есть, что вы делаете? Вы говорите, что вот, мы не можем не общаться. Вы можете не общаться. Самое главное, чтобы у вас желание было не общаться. Вы этого не хотите. Вопрос в том, кто этого не хочет. Либо вы, либо ваш молодой человек. Хочется поделиться друг с другом с чем-то. Опять же, важно понять, зачем поделиться чем-то. Для чего, какую цель вы преследуете, именно стремясь поделиться чем-то с тем, кто фактически от вас ушел и фактически вам изменяет. Далее, значит, так. Слишком много связывало, много общих тем и занятий. Ну, правильно. То есть, слияние произошло, человек из вашей жизни ушел, а вы отпустить его не можете, потому что вы нам нуждаетесь. И вы говорите о том, что это он не может от вас идти. Хотя, то есть, вы говорите, что вы оба. Но действительно, это плохо, что вы говорите, мы. Нет, вас. Есть вы, Елена, и есть он. И говорить нужно за себя. Далее, вы как бы начинаете говорить, скучаю по его родным. Тема обусловлена, это скука. Но вы можете скучать по нему, но не по его родным. Соответственно, эти родные для вас имеют какое-то значение. Какое значение имеют для вас его родные, это важный момент. Значит, они меня очень хорошо приняли в своей семье. Невесткой называли. Ну, опять же, это их право, это их выбор. И парень не обязан совершенно, только потому, что вас хорошо приняли в его семье делать вас реально своей женой. То есть, не нужно путать эти вещи. Я не знаю, что делать. Порвать все с корнем, или как мне вести себя в этой ситуации. Ну, во-первых, вам нужно для начала определить все-таки, что стало проблемой, которая повлекла, которая я повлекла завершение ваших отношений. Это первое. И определить свою роль в этой проблеме. Это второе. Далее, перестать говорить «мы» и больше говорить «я». Обратить на себя ответственность за ссоры, в которых вы участвуете в контексте молодого человека. Далее, после того, как вы возьмете на себя ответственность и увидите свою роль в той ситуации, которая имеет место быть, после этого вы определите, может ли устранение проблемы вернуть к вам вашего парня. В первых концах он учел, сказал, что полюбил другую, вы вроде как ему не верите, то есть подвергаете сомнению то, что он вам сказал. Это довольно серьезная ответственность. Тем, что это обусловлено, большой вопрос. Далее, если это невозможно, если он действительно любит другую, то я полагаю, что нужно вам вырвать все с корнем, потому что вы действительно не можете жить дальше, пока вы общаетесь с ним. и, собственно говоря, постепенно, постепенно двигаться вперед. А молодого человека оставить теми, тем он сейчас. То есть, молодой человек начал думать как бы о себе, о себе, когда ушел обратно. А вы продолжаете думать о нем и не думать о себе. И в результате получаете вот такие проблемы, к сожалению. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы либо уточнения потребуются к моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok